Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». С 1 сентября тех, кто решит сдать экзамен для получения водительских прав, будут ждать определенные изменения. И об этих изменениях сегодня мы поговорим с начальником МРЭО ГИБДД МВД России Паризанской области Александром Васильевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот хотелось бы чуть подробнее узнать, что же за изменения ждут нас с 1 сентября. Ну, во-первых, скажу так, что большое количество транспортных средств, большое количество желающих получить водительское удостоверение, в том числе и красивый женский пол, который получает водительское удостоверение на право управления транспортным средством, все это послужило изменением нормативных документов по подготовке водителей на право управления транспортными средствами, повысить требования, и в связи с этим подготовили ряд документов, касающиеся подготовки водителей, и касаемо нового административного регламента, который вводится в действие с 1 сентября 2016 года. Ну, по Вашим словам, становится понятно, что теперь сдать экзамен будет немного сложнее? Да нет, я не сказал бы о том, что будет сдать сложнее. Просто изменяется, скажем так, что методика. А все остальное остается более понятно. Новшество касается приема коллекционных экзаменов. Ну, как известно, они принимаются в три этапа. Первый этап – это, естественно, теоретический экзамен. Второй этап – на закрытой территории. И третий этап – в условиях реального времени. По первому этапу у нас будут изменения какие? То есть, если сейчас, на сегодняшний день, можно сделать две ошибки, и вы уже готовы идти на второй этап, то по новой методике уже, если вы сделали две ошибки из одного блока, то уже вы не сдали, и вы приходите на теоретический экзамен через неделю. Но если вы не сдали два, неправильно ответили на два вопроса из разных тематических блоков, сам билет будет состоять из четырех блоков по пять вопросов. И если вы не ответили или ответили неправильно по одному вопросу из разных блоков, то вам предлагается ответить дополнительно по одному вопросу из разных тематических блоков, но дополнительные вопросы. И дается дополнительные десять минут. То есть, получается, дополнительных пять вопросов, правильно? Да. То есть, если вы не ответили на один вопрос, то вам дополнительно дается блок дополнительный из того же тематического блока. Пять вопросов. И если делается там хотя бы одна ошибка, то уже не сдал. В сдаче экзаменов на автодроме есть какие-то изменения? Да. У нас коснулись изменения такие. Сейчас по нынешней методике приема экзаменов, скажем так, есть три элемента выполнения упражнения, то по новой методике их будет пять, а на автоматизированном автодроме их будет и шесть. То есть добавляется проезд регулированного перекрестка на автоматизированном автодроме. Ну, скажем так, что требования к образовательным учреждениям, которые готовят кандидатов-водителей, тоже повысилось. Им необходимо уже по новой методике обучать более качественно кандидатов-водителей. И здесь уже новая методика, она и требует более качественного подхода для того, чтобы... Самая главная цель, считают сотрудники руководства МВД, ОМВД России, в том числе и России Паризанской области, самая главная цель – это снизить количество дорожно-транспортных происшествий, тяжесть и количество погибших. В том, что касается экзамена по городу, там какие-то изменения нас ожидают или все останется так, как было прежде? Ну, по городу, конечно, в целом остается все то же самое. Самое главное, остается также бальная система. Будут ставиться пять, три и один балл. Ну, пять баллов – это уже кандидат водителей не сдал последний этап на получение водительского удостоверения. Пять баллов будут начисляться за выезд транспортного средства на полосу встречного движения или проезд перекрестка на запрещающий сигнал стафора. Три балла будут начисляться кандидатам водителей, если он не пристегнулся ремнем безопасности. Ну, и самый низкий балл один будет начисляться, если в процессе движения заглох двигатель транспортного средства. С Вашей точки зрения, те поправки, которые были внесены, те изменения, которые нас ждут с первого сентября, они реально каким-то образом смогут повлиять на качество подготовки водителя? Ну, я считаю о том, что однозначно это позволит не допустить неподготовленных водителей к участию в дорожном движении на дорогах общего пользования. А с Вашей точки зрения, та подготовка, с которой сегодня к Вам приходят кандидаты в водители, вот как Вы ее оцениваете? Ну, на сегодняшний день я скажу так, что есть различные школы, которые подготавливают кандидатов в водители. Есть, некоторые относятся к этому довольно-таки ответственно. Есть некоторые школы, которые просто занимаются, скажем так, что поставили это на конвейер и занимаются только лишь подготовили водителя, выдали ему необходимые документы и дальше уже, ну, скажем так, что не волнует их дальнейшая судьба. Хотя мнение, мнение руководства МВД, мнение руководства УГИБДД нужно в дальнейшем, когда кандидат в водители получил уже водительское удостоверение и он является участником в дорожном движении, нужно за ним, естественно, в процессе жизнедеятельности, нужно, скажем так, что если кандидат, ну, уже водитель попадает в какое-либо дорожно-транспортное происшествие, здесь уже смотреть, где он обучился, обучался, как он обучался, по какой программе, кто готовил его конкретно к инструктору. И на сегодняшний день, может быть, учитывая опыт других государств, здесь, ну, может быть, чисто мое мнение, я считаю, что заключение о пригодности, о готовности кандидата-водителей должен давать уже инструктор вождения, который обучает и готовит будущего водителя. Внесенные изменения вступят в свою силу с 1 сентября, и, получается, коснутся они тех, кто и учиться пойдет с этого периода? Нет, однозначно, что новый административный регламент, он коснется только лишь тех кандидатов-водителей, которые начнут обучение после 1 сентября. А те, кто уже обучался до 1 сентября, они все-таки будут сдавать на автодромах и по старой методике. Спасибо большое, что сегодня нашли время к нам прийти. Я желаю вам добросовестных кандидатов-водителей. Большое спасибо. И я также благодарю вас, что вы слышали меня. И я желаю всем кандидатам-водителям без аварийного вождения. И желаю, кто хорошо подготовился, считая, что он отлично готов, с первого раза сдать экзамен подразделения в областной инспекции и получить долгожданное водительское удостоверение. И быть достойным участником дорожного движения на дорогах нашей Российской Федерации. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям. Ну и на этом наша программа подходит к концу. Желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин